Как обычно в конце года положено подводить итоги, особых проблем, чтобы понять, что происходит в стране нет, но тем не менее подавляющее большинство тех, кто живет вокруг нас, ничего не понимают, ничему не учатся, и от этого страна летит в пропасть. И кажется, что уже это никак не остановить, потому что коронабесием охвачено большинство, не меньшинство, а большинство населения. Возможно, подавляющее большинство, тут трудно посчитать, если визуально наблюдать, что происходит, то в крупных городах, в столице прежде всего, именно подавляющее большинство охвачено коронабесием. Но по мозгам, наверное, не до такой степени все-таки прокатилось это безобразие, и люди все-таки соображают, что происходит, что надетое ими маска – это спасение от штрафов, и это позор. Это позор, это рабский намордник. И это, наверное, признак этого 2020-го совершенно проклятого года. Второй признак – это полный крах спецслужб. Навальный сделал свое дело, и спасибо ему на этом. ФСБ – абсолютно позорная структура, которая, конечно, должна быть полностью распущена. Руководство должно быть отдано под суд и посажено навсегда в тюрьму, потому что это люди абсолютно бесстыдные, бессовестные и абсолютно лишенные каких-либо профессиональных достоинств. Собственно, профессионал обладает совестью, и только по этой причине он становится, может стать профессионалом. А это Шушера – это просто политическая полиция Путина. И сейчас как раз под Новый год такой подарочек преподнесли русским людям – это разгром Среднеуральского монастыря и арест Хиегумена Сергия и его ближайших сподвижников. Ночное нападение ОМОНа, там сотни вооруженных людей набросились на безоружный монастырь беззащитный. Только по одной причине. Потому что другой ФСБшник, лжепатриарх Кирилл, дал такое распоряжение или попросил другого проходимца, другого самозванца Владимира Путина, чтобы эта проблема, которую они считают, что это их монастырь, хотя они к нему не имеют никакого отношения, была решена. Вот они так и решают проблемы арестами, репрессиями, неправосудными решениями судей, которые тоже набраны. Чем хуже, тем для них лучше. Самые худшие люди во всей стране, вот их отыскивают, и они сами тянутся на такие посты, где можно как можно сильнее нагадить гражданам. Вот они таким образом формируют судейский корпус. Ну да, демонстрируют некоторые успехи, какие-то успехи. Там с помпой спускают на воду какой-то корабль. Вся Россия в течение года. Один корабль. Ну и тут же в Арктике затонул, потерпел крушение другой корабль. Это в порядке вещей. Один выпустили, один утопили. Скоро вообще плавать будет некому и не для чего. И все эти разговоры про освоение Арктики – это самообман этих глупцов. Они сами рады обманываться и обманывают нас. Так им удобнее, удобнее сформировать в своих мозгах такой мир, которого не существует. Но зато они существуют и богатеют в этом мире, которого для нас нет. Но нет никакой успешной Российской Федерации. Есть катастрофа в Российской Федерации. Опять же, она касается подавляющего большинства граждан. Но большая часть тех, кто живет как раб, как нищий, этого не ощущают или не понимают, откуда, каковы причины. Одна из главных причин – это Сталинщина и Путинщина. В общем, они не различаются типологически никак. Это один и тот же тип болезни. И эти люди мешают русским консолидироваться. Потому что это болезнь прежде русских мозгов, которые дерусифицированы, превращают человека из русского в нерусского. В никакого. В человека без национальности. В интернационалиста, который готов на распыл пустить и собственную страну, и собственный народ ради идиотских теорий, фантазий, которые к настоящей жизни не имеют никакого отношения. Ну, либерасты там еще где-то болтаются уже на уровне фона. Там какая-то часть студенческой молодежи по молодости лет этой глупостью увлечена. А в общем, ее нет. То есть главные враги у нас совершенно отчетливо сформировались. Либералы, которые захватили власть в стране и превратились в живодеров. Просто самых натуральных живодеров. И вот эта вот коммунистическая нечисть. Только так ее и надо характеризовать. Сталинисты, коммунисты, ленинисты. Это люди, которые мешают русскому народу осознать себя русским, консолидироваться, отобрать власть у оккупантов и утвердить русскую национальную власть. Которая, естественно, будет для всех граждан мила, потому что будет реализован принцип равенства прав граждан перед законом. Чего сейчас нет и рядом, и не стояло, и даже об этом никто не вспоминает. Потому что какая конституция? Путинская, Ельцинская, какая разница? Я с трудом вспоминаю о том, что в этом году появилась путинская конституция. Абсолютно беззаконное голосование, что-то туда вписали. Даже интересоваться нечего, потому что жизнь не изменилась никак. Они просто перестроили политическую систему под уход Путина со своего поста. И я устал, я ухожу. Так оно и произойдет, скорее всего. Но только в тот момент, когда Путина уже можно будет вперед ногами выносить. Этот момент приближается, он будет. Как-то люди торопят, что ли, события. Они сами еще не созрели к тому, что жить можно по-другому. Они еще не знают, они выдумывают себе такую же жизнь, как в СССР, не зная о ней ничего. Или все забыв, или обманывая себя и других. Или пребывают в каком-то фантазийном состоянии, не желая знать, что такое на самом деле Великая Россия, что такое Русь, что такое наша Родина. Они просто не знают, не желают знать. И живут с вкрученным в мозги идеологическим шурупом. К сожалению, это означает, что к уходу Путина народ абсолютно не готов. Поэтому, ну, уходи, уходи, можно кричать сколько угодно, вот, уйдет он, да, там, новая власть кинет кость народу, каких-нибудь пересажают губернаторов, каких-нибудь полицаев, может быть, каких-нибудь судей тоже достанут. Вот, те, кто рассчитывает как-то проехаться, обойтись без этого, вот сейчас, они, конечно, действуют опрометчиво. Те, кто Среднеуральский монастырь, там, кто арестовал там депутата Бондаренко, как я сегодня прочел, не знаю, насколько это правда. Кто судит полковника Шандакова, кто держит в узилище Екишева, Финогина и Антонова. Ну, эти люди, они как бы уже, они не понимают, что им сидеть в тюрьме, но это будет так, я в этом абсолютно уверен. Времена уже сошлись, уже все близко. Но проблема в том, что если народ не готов к иной форме власти, иному порядку управления, иному политическому режиму, ну, просто не готов, абсолютно, абсолютно. Путинщину на Сталинщину, вот это вы хотите, ну, вы получите, то есть вы получите еще одного Путина. И мне кажется, что это тоже абсолютно неизбежно. Поэтому русским националистам не надо дергаться. Пока народ не созрел, ну, что, переезжать в какую-то другую страну, в которой национализм имеет свою почву, поддержку, а вот ленинизм, сталинизм и вообще все эти лево-красные идеи не имеют. Нет, тут наша Родина, и мы отсюда никуда не стронимся. Есть некие люди, которые нас начинают учить откуда-то издалека, из-за рубежа, как быть в русском движении, кто что должен делать. Оценки раздают. Ну, они уже там, они уже все, они эмигранты. Я бы, честно говоря, тоже сам бы и уехал бы, но не могу. Здесь мои корни, здесь мои родные, друзья. Вот чисто для того, чтобы выжить, конечно, ну, можно всем народом стронуться и куда-нибудь отправиться в более теплые края, где нет вот этих подонков, которые на государственной зарплате за наш счет существуют. Но это невозможно. Большинство хотело бы уехать, если бы предоставилась такая возможность. Пригласили бы куда-нибудь, дали бы работу, хотя бы минимальную, хотя бы минимальное выживание, даже в ситуации худшей, чем здесь, готовы были бы уехать. Я повторяю, большинство. А молодежь такая и 90%. Но это невозможно. Может быть, слава богу, иначе просто страна бы исчезла. Ну, а для достойных людей это невозможно по другим причинам, которые вполне ясны и понятны. Мы здесь останемся, и кто не хочет быть рабом, будет биться до конца. Да, это чревато разнообразными репрессиями, которые будут только усиливаться, потому что вот этот мертвяк, зомбак, который сидит в Кремле, карлик, его злобность с истечением его жизни будет только усиливаться. Только усиливаться. И подлость тех, кто будет исполнять его приказы, тоже будет усиливаться, потому что они хотят напоследок надышаться, напоследок нахвататься. Всяких охранных грамот, орденов, звездочек на погоны, денег, на которые построят зарубежные виллы, чтобы туда сбежать. Ну, далеко не убегут. В общем, мир стал маленький, и найти этих людей несложно. И там их ждут такие же акулы, которые просто их растерзают. Как уже было неоднократно, до всех доберется фемида, которая будет управляться теми, кто хочет выпотрошить прежних олигархов, которые утратили защиту государства. И будут они цепляться до последнего, до последнего. Вот пока в русском народе не вызреет русское национальное самосознание, эти люди будут цепляться. Они будут проводить всякие реформы, которые будут усугублять наше состояние. На излете 2020 года они что только не напринимали, всяких штрафов, всяких ограничений и так далее. И дальше это будет все только усиливаться. Вот русские националисты, поскольку они лишены права заниматься политикой, нет ни одной зарегистрированной русской партии. Я имею в виду не по этническому составу, а по самосознанию. Прежде всего, по этническому составу это было бы неправильно. Можно создавать такие партии. Но есть определенные границы русского мировоззрения. Они ясны. Если человек в эти границы не попадает, то он политически не с русскими. И принимать его в русскую национальную партию невозможно. Или принимать просто потому, что человек говорит или даже приносит документы, что он русский, не значит, что вы получите соратника. Вполне возможно, какого-нибудь негодяя, полицая которого внедряют. Это теперь обычное дело. Или просто дурака, который не понимает, что такое русский, что такое русское. Забыл или не знал никогда. И наша основная задача состоит в том, чтобы искать настоящих русских людей в полном самосознании своей русскости. Не фантазий на этот счет, а понимание, основанное на знании. На знании прежде всего. То есть человек должен готовить себя к этому. Есть некое ощущение русскости. Оно двигает человека в правильном направлении. И это чувство может пробудиться в общем-то в любом возрасте. Но если человек идет в сторону от русскости, куда-то в бок или в противоположную сторону, конечно, он русским не соратник в политике и в борьбе за русскую национальную власть. Он будет только разрушать то единство, которое должно сплотить людей, русских людей, в братство. Это мы и так называем, только партии, партии. На самом деле русская политическая организация – это всегда братство. Если это не братство, то это и не русская организация. И я пожелаю нашим соратникам в будущем году преодолевать в себе то не русское, что пытаются внедрить в нас с помощью пропаганды и с помощью отсылки к ложным целям. Я пожелаю сплотиться, найти свое братство или создать свое братство. Потом соединиться в такой союз, который будет внутренне консолидирован, готов к тому, чтобы брать власть. И в нужный момент люди, которые способны взять власть, должны будут оказаться в нужном месте. А сама ситуация к этому подойдет, может быть, даже без наших усилий. Какие-то усилия, конечно, нужно будет предпринимать. Но мы не можем сейчас повлиять, будучи лишены вообще всего в своей собственной стране, всего, что касается вопроса власти, мы не можем повлиять на ситуацию. Эта власть сожрет себя сама. В этот момент, когда они будут ослаблены своей собственной внутренней грызнёй, вот тогда наступит наше время. Тогда они сами прибегут к нам и будут просить о нашей поддержке, потому что больше им получить поддержку неоткуда. И тогда мы будем думать, на каком уровне компромиссов мы будем о чем-то с ними договариваться. Сейчас они абсолютные наши враги, нам договариваться с ними не о чем. И когда время это наступит, мы это почувствуем сами, самостоятельно, мы это увидим. А пока не надо никуда торопиться, не надо выпрыгивать из штанов и звать на баррикады. Такие призывы тоже очень часто возникают, либо от дураков, либо от провокаторов, которых внедряет вот эта подлая власть в наши ряды. Стоять прочно в своем идеологическом выборе. Русская национальная идея, русское национальное государство, русская национальная власть. Слава Руси! Господи, спаси! Всех с Новым годом!